Вообще, жизнь – это поиск себя, путь к себе. Недавно мы с Беллой совершили преступление по рамкам Ютьюба. Им как-то очень понравилось, а он мне. Он был такой настоящий патриарх. Конечно, бедный мой муж. Что такое зависть? Это желание обладать чужим. Что студентки третьего курса не стареют никогда. Давайте я вам открою тайну. Тайну вам никто не расскажет. Нина Витальевна, у нас сегодня жанр интервью будет называться «Письмо позвало в дорогу». Значит, письмо такое от подписчиков, люди интересуются. Нина Витальевна, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Почему блогеры ради денег так легко впускают в свою личную жизнь огромное количество людей? Восклицательный знак. Как переступить этот порог? И надо ли? А кто им сказал, что ради денег? Но блогеры пускают в свою личную жизнь. И не все, кстати. Я знаю блогеров, которые абсолютно не делятся никакой личной жизнью. Их много. Мы ничего про них не знаем. Нам хочется. Но мы не знаем. А есть те, кто прямо всё-всё-всё показывает. Для меня в этом смысле была необыкновенная история. Однако, когда я выступала на форуме Psychologists в Москве, я очень волновалась. Потому что немножко всё-таки не моя поляна психологи. Я, конечно, туда стремлюсь. Я туда хочу, но я не умею. Они-то умеют. Но мне дали тему, от которой я не смогла отказаться. Как слушать человека. А передо мной выступала девушка-блогер. Она такая полненькая, весёленькая. И она решила выйти в Инстаграм, где все такие худые, красивые. Вот такая, какая есть. И набрала там безумное количество всяких поклонников. И она миллионщица. Делает деньги. Рассказывает, как она вообще живёт. Ну, как блогеры же всегда рассказывают, как они живут. Как стендаперы рассказывают, как они живут. Очень многие. Такой жанр. Он так предполагает. И начала она с того, что вы видели вот эту блогершу? Показывает её. С красавцем мужем. С детьми. В ресторане. На яхте. Поднимите руки, кто видел, кто завидовал. Все подняли руки. Короче говоря, они в разводе давно с этим человеком оказались. Очень давно. Они договорились, что он будет продолжать участвовать во всяких фотосессиях. Он давно ушёл к какой-то другой женщине. А она, так как у неё был образ, имидж блогерши, которая учит счастливой жизни, как выходить замуж за миллионера, то она вот год на этом продержалась. Потом всё-таки, как дети говорят, Жильдана, правда, выйдет. Тайная стала явным. Все узнали. И тогда сразу она стала разыгрывать карту. Ах, я несчастная, брошенная женщина с двумя детьми. Совершенно другая стала одежда. Совершенно другие стали точки. Никаких яхт, никаких ресторанов. И вот опять это всё, вот это всё. И никаких денег, и всё. И опять и на неё клынуло, и клынуло ещё больше. То есть, замечательный, по-моему, пример. И чему учит нас эта история? Эта история нас учит тому, что, не верьте, что блогеры так уж сильно пускают вас в свою жизнь. Они создают легенду. А теперь минутку рекламы. Причём я делаю эту рекламную интеграцию с большим удовольствием. Так как я знаю, о чём я говорю. У меня есть, как вы знаете, внучка Надя. Ей всего 8 лет. Она увлекается анимацией. Она это сама научилась, потому что любит мультики. И вдруг поняла, как их создаёт человек, когда рисует много-много разных картинок. Она создала свой YouTube-канал. У неё даже есть некоторые ролики, вполне себе детские, но забавные, где более 2000 просмотров. Так что у неё получается. Но сейчас получается всё лучше и лучше. Почему? Потому что Надя поступила в Geek School и учится индивидуально с тренером, который учит её анимации. Есть курс анимации. Обычно он за 10 лет. Нашу Наденьку взяли с 8. Вообще индивидуальный подход этой школе свойственен. Например, есть разница во времени между Москвой и Америкой, где живёт Надя. И поэтому учитель занимается неиндивидуально. Обычно курс анимации занимает 8 месяцев. Это серьёзный курс. Дети учатся в мини-группах. И у них есть свой канал в Дискорд или в Телеграм, где они ещё к тому же учатся общаться. Не критиковать, а правильно разбирать работы друг друга. И каждый получает свою портфолио из 8 или 10 мультфильмов. Ну, скажите, здорово. По-моему, здорово. Есть возможность записаться на пробный урок и попробовать, подходит это вашему ребёнку или нет. И ещё важная информация, может быть, самая важная. Именно сейчас время больших скидок. И если сейчас вы по промокоду НИНА пойдёте записывать вашего ребёнка в ГИК-скул, то вы получите скидку 50%. Если возьмёте несколько курсов, чтобы проверить, куда ребёнок более склонен, то получите скидку 60%. Потому что специальностей там много. Идите по ссылке в описании, звоните, связывайте с специалистом, или вам перезвонят, свяжутся с вами. И можете взять хотя бы первый бесплатный урок, чтобы убедиться, что всё, что я вам сказала, всё чисто и правда. Вы же понимаете, что неспроста именно вам был адресован этот вопрос. Я открою, это читаю. Да, смотрите. Вы же тоже блогер. Да. Вообще считаете ли вы себя блогером? Есть ли у вас там среди многих ваших определений, что вот я вот блогер? Ну-у. Наверное, нет. Может быть, из-за моего возраста уже и привычек, и моей жизни, я считаю, что я создаю собственное телевидение. У меня ощущение, что вот наконец-то судьба дала мне такую возможность не выступать под некими рамками и главными редакторами, и всякими форматами, а выступать самой в той роли, какой я считаю правильной. Мне всегда умные мои режиссёры и мои умные учителя говорили, «Нина, тебе надо говорить самой». Сагалаев это сказал, когда мне было 25 лет. «Тебе надо сидеть перед камерой и разговаривать», сказал он. Вот сейчас я сижу перед камерой и разговариваю, и я прям счастлива, что я это могу. А блогеры всё-таки именно зарабатывают деньги на это. Я зарабатываю деньги на другом. Для меня мой YouTube-канал – это совершенно счастливая возможность помогать людям чувствовать востребованность и высказываться так, как я хочу и думаю. Я в некотором смысле насаждаю через YouTube свою религию такую, что надо слушать людей, любить людей, что из всех ситуаций можно найти выход, что с детьми надо дружить, что можно создать семью как надо, и что не бывает в жизни без сложностей. Вот я об этом больше ни о чём. И я не зарабатываю на этом деньги. Совсем. Ну, то есть иногда у нас в каких-то рекламной интеграциях, но пока это никак не оправдывает работу. Вот всё, что вы здесь видите или не видите, ну, представляете. Работу моего дорогого ассистента, работу моего дорогого менеджера, продюсера Беллы и так далее. Это мы зарабатываем другим. Мы зарабатываем тренингами, учёбой. И это моя такая немножко игрушка. Смотрите, как интересно, у всех блог, а у Нины Витальевны телевидение. Идём дальше, да? Всё-таки насколько вот на вашем телевидении вы – это вы, а не некий такой персонаж Нина Зверева? Насколько то, что мы видим на вашем канале, отличается от того, что могут видеть люди, близкие вам в жизни? Я – это я. Я придумала, когда мама на час, мне сразу стало легко. У меня же была неудача. Очень много. Очень долго. Мой Ютуб был 3000 и ни копейки больше. Единственное кино из моих старых фильмов, которое набирала и набирала, и набирала, это была Чечня. Репортаж из Чечни, если кто не видел, посмотрите. Тяжёлое очень кино, но оно... Как настоящая журналистская работа. Это такая страница моей биографии. Когда-нибудь я об этом, может быть, расскажу подробнее. Сейчас как-то не время. На фоне СВО не хочется мне о войне. Вот. И там было 800 тысяч просмотров. Я так удивлялась, там 800 тысяч просмотров, а на моём Ютуб-канале ничего. Но я не могла найти тот формат, в котором я могу выйти к людям. Ведь это же очень понятно понять, кто я. Если ты понял, кто я, и представил себя настоящего, как ты есть, то люди тебя и воспринимают. Тогда у тебя есть, приходит успех. Вообще жизнь – это поиск себя, путь к себе. И телевидение – это просто. Надо предъявить себя. Но уже надо, чтобы было, что предъявить. Понимаешь, надо, чтобы было, что предъявить. Вот говорят, вот модели. Чёрт возьми, как трудно быть моделью. Вот я с этой Алёной Водонаевой, да? Как я на неё любовалась. Это же надо держать себя в такой форме. Так держаться, царица. Как на неё смотрится, какой любовью вся её группа. Какая-то большая работа. Это одёжки, эти тусовки. Это всё, господи. Я смотрела на уставшую женщину, у которой взрослый ребёнок, и понимала, что, может быть, даже ей это уже как-то где-то поднадоело. Но это она, безусловно, она. Она настоящая женщина, она за свой образ, и она зацепила людей. А я, мама, на час. Когда ко мне пришло это название, я поняла, вот, буду сидеть, отвечать на вопросы. И рассказывать. А как оно вообще пришло? Как это появляется? Ну, то есть, смотрите, живёт какой-то человек, ну, публичный, да, на телевидении с 8 лет, тренинги ведёт, там, эффективными коммуникациями занимается, книжки пишет. И всё равно многие годы не может ответить на вопрос, кем я должна стать, чтобы люди захотели на меня смотреть. В моём собственном телеканале, где нету никого, здесь только я, я и мои зрители, и никаких посредников. И я подумала, кто я вообще-то? В чём мне хорошо? В какой роли мне свободно и хорошо? В роли мамы. И если меня просили выбрать из всех моих ролей главную, то, конечно, мама. Недавно мы с Беллой совершили преступление по рамкам Ютьюба, когда убрали двухмиллионный ролик, потому что он обидел моего сына. Я убрала вообще без всяких, что, 2 миллиона будет, 10 миллионов будет, 500 миллионов будет, я уберу тут же, если это обидел моего сына, задело как-то. Ведь у каждого свои воспоминания. И я сказала то, что мне казалось вообще не обидно. Но вот ему казалось обидно, это же очень страшно. Обнажение – это очень страшно, особенно если ты не только про себя, обнажайся сам. Но у меня же семья, поэтому я уже либо знаю рамки, в которых я могу находиться, либо спрашиваю, либо показываю предварительно, как показала книга «Семью, что надо», которую они все прочитали, потому что там много подробностей, в том числе и про нашу семью. И, в общем, стараюсь показывать всё. Мне пишут иногда «А вот муж, вот вы про него пишите, как у вас там бывает несходство характеров, и вообще как вы там на него сердитесь и ещё что-то». Я всё показываю. Показываю, и я знаю его реакцию. Его реакция очень позитивная. Мне повезло. У нас все публичные люди. Вот давайте про «Мне повезло». Вы часто говорите «Мне повезло там», «Мне повезло сям». И даже когда вы рассказываете о том, что у вас какие-то трудности в жизни были, как-то вы так про них рассказываете, что они как будто даже не кажутся трудностями. Трагедии маловато. Ваш оголтелый оптимизм, он как-то не даёт вам упасть в эту. Ещё один вопрос от подписчиков про зависть. Это же всё вызывает чувство зависти у многих людей. Вот вопрос звучит так. Приходилось ли вам сталкиваться с завистью? И как вы на это реагируете? Как вам вообще? Ну, я так понимаю, что, зная вас, что завидуют вам примерно всю вашу жизнь, просто поводы разные. Как вы к этому относитесь? Что вы с этим делаете? Во-первых, я просто не умею молиться и не умею верить в Бога. Но очень во многое верю близко. По крайней мере, мне патриарх сказал, когда он мне предложил покреститься, Алексий ещё. Вот та история, которая тебе нравится про бабушку в полосатой жизни. Он мне же предложил пройти обряд крещения, раз я не крещённая. Ему как-то очень понравилось. А он мне. Он был такой настоящий патриарх. А я сказала, что для меня это будет искусственно. Потому что как-то по-другому. И он меня погладил по голове. Так это было приятно, трогательно. И сказал, что Бог внутри вас живёт. Вот бывают такие люди. Как же мне это было? Я выбежала просто. Счастье такое было. Поэтому мне вот мой Бог не дал зависти. И когда мне, очевидно, завидуют, это было с детства, и было на что завидовать, то я жалилась о людей, которые меня завидовали. Иногда я снимала себя, какую-то одёжку отдавала, чтобы как-то это несправедливость убрать. Потому что действительно чувствовала себя всегда счастливой. И в детстве, и в юности. Как-то и муж хороший, и в профессию попала. Ну, правда, во многом же повезло. Ну, было. Ну, кто вот кого-то на улице, там, 8 лет нашли, и пришли на телевидение, привели за руку. Оказалось, что это моё. А домой привели жениха. В виде брата, друга. Ну, дальше, конечно, много работы. И, конечно, наверное, есть талант какой-то. Но есть много удачи в этой жизни. Удачи. И спасибо за это. А люди завидуют, они несчастные люди. У меня была только одна подруга, которая в этом призналась честно. И я очень её зауважала. Когда у меня впервые оказалась хорошая квартира, мне было уже 52 года. А она старше меня. И она разревелась. Она пришла и сказала, почему вот тебя это есть, а у меня нет. Я так много работаю. Я тоже талантливый человек. Вот почему. Она не могла ходить по моей квартире. А я до этого ходила под таким хоромом у всех. И так спокойно, и так радовалась за всех. Ну, не дано. Завидовать не дано. Я не знаю, можно ли побороть зависть. Это же страсть. Тоже такая. Как и ревность очень. Но если возможно, то работайте над этим, пожалуйста. Потому что всегда идёте, кому завидовать. Люди завидуют на что-то одно. Они же не берут во всём, в комплексе. Понимаешь, завидуют на что-то. Вот ты красивая там. А то, что у тебя там это, 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 меня не интересует. Если я кому-то завидую, что он или она красивый, что это говорит про меня? С тобой что-то не так, если ты завидуешь вообще. Ну, или я завидую кому-то, что у него там дети хорошие. Или я завидую кому-то, что квартира большая. Или что-то. Вот то, чему мы завидуем у других людей, что это говорит про нас. Это проявление какого-то сбоя системного в собственной жизни. И как с этим тогда работать, чтобы это было в пользу? Вот я поняла, что я завидую вот этому. Дальше что я должна сделать? Ну, самый простой способ быстренько перебрать что у этого человека хуже, чем у тебя, и успокоиться. Но это неправильно. Потому что нету таких галочек ставить, не надо. А если всерьёз, то надо заняться собой. Что-то с тобой не так. Что-то от тебя уж уползло счастье. Если ты хочешь иметь как у другого, а не не своё. Что такое зависть? Это желание обладать чужим. Хорошо. Если... Ну, не если, а когда вам завидуют, и когда люди там, особенно в комментариях, в комментариях же никто не церемонится у нас на Ютьюбе, да? Я так люблю. Да. Ну, люди искренне, честно... Нет, я троллинг обожаю просто. Ну, и вот они пишут, ну, конечно, хорошо вам, вы из такой семьи, ну, конечно, хорошо вам вот это, да? Ну, вот проявление зависти. А как правильно на это реагировать-то? Да, хорошо. Не оправдываться же, что просто, да, признавать, да? Да, мне повезло. А вы не бесите этим людей ещё больше? Не знаю, я об этом не думаю. То есть вам не важно, бесите его, ваших подписчиков или нет? А что вам важно в ваших отношениях с подписчиками? Ну, они же всякое про вас пишут. И про ваших... Вот, как интересно. ...достей на канале тоже всякое. Мне важна умная критика. Она бывает. Вот мы записывали хорошие вопросы недавно. И там женщина написала, ну, как же вы написали, что похожая на Бабу-Ягу женщина, горбатая, вот такая сидела. Когда я рассказывала про этого индуса, который разовидовался на нашу с подружкой необыкновенную красоту, а ей, думаю, досталась некрасивая жена. Полосоты жизни, по-моему, у меня была она этим. И я поняла, что нельзя так говорить. Да. То есть она мне сделала правильное замечание. Вот это я люблю. Ну, хорошо. Но одно на миллион этих комментариев... Ну, надо правильные вопросы. Правильные вопросы, например. Откуда взять деньги на сиделок, если их нет? Я могу, опять же, помочь. Опять же, могу дать всякие советы и всякие другие варианты. Значит, смотрите. Вот у вас много работы. Вы в постоянных перелетах. Постоянно что-то вы то на телефоне, то в почте, то еще там где-то. И вот у вас YouTube-канал. И еще у вас много всяких разных соцсетей. И это ежедневная работа. И вот сегодня, например, когда мы это записываем, вы не очень хорошо себя чувствуете. И в принципе, это же не работа. Это же не ради заработка, да? Но, тем не менее, вы не отменили съемку. Зачем вы себя так мучаете? Ради чего все это? Вот это ежедневный труд, который даже не оплачивается. Это моя жизнь. Мне это очень нравится. Я это все очень люблю. Я очень вас ждала. Я готовилась. Я больше всего боялась, что мои сопли и кашляли помешают нашей записи. А так, если бы мы это отменили, для меня было бы это большое горе. Я настраиваюсь. Я читаю вопросы людей. Я думаю, что я скажу. Мне нравится, когда свежий материал появляется. Ну, и тебе смотреть, как люди реагируют. Я слежу целый день. Конечно, бедный мой муж. Потому что утром я должна посмотреть все соцсети, все комментарии, еще что-то опубликовать. Он в это время ждал меня к завтраку. Он уже позавтракал один. Дальше я спускаюсь вниз. Завтракаю. Он вокруг меня ходит. Он хочет что-то сказать. Но в это время я уже в переписке с моими помощниками. И я грозно на него поглядываю. Понимаю, что он хочет что-то сказать. Он уходит. Весь обиженный. Тогда я понимаю, что я не права. Иду говорить, что я не права. Потому что это очевидно совершенно. Но в это время у меня звонок. Звонок важный для меня. И какой-нибудь мой ученик-олигарх просит помочь ему с тостом. И я начинаю мужу говорить, что я не права. Я говорю, прости, звонок. И снова ухожу. Я уже 10 раз не права. И мы с ним договариваемся, что у нас есть время такое в течение дня, что мы уходим гулять, например. И с выключенным телефоном. Я слежу за этим. Потому что, конечно, так жить невозможно. Просто человеку рядом со мной. Мне это легко. Я погружаюсь туда. Я живу в этом телефоне, внутри этого телефона. Создала там свою какую-то вселенную, которая мне очень нравится. Мне очень нравятся другие блогеры. Я очень много кого слушаю, смотрю. Или что-то сверяю. Я иногда политику смотрю. Я же всегда была политическим журналистом. Сейчас я без этого. Я завидую им, потому что иногда я прям в восторге от каких-то формулировок, от каких-то размышлений. Думаю, что бы я сказала. Но я не хочу совсем. Я закрыла для себя эту дверь. А, кстати, вот на канале же много провокаций. Вот вы про это. А почему вот про это вы не высказываетесь? А вы что? Обвинение, да? Вот как на это реагировать? Ну, потому что требуют же от любого публичного человека. Ну, есть ведь твёрдые решения. И люди, в конце концов, отходят от человека, если у него твёрдое решение. Если его нельзя покачнуть. Вот если мама говорит ребёнку да, значит да. Если нет, то нет. А если ребёнок чувствует, что капризом можно изменить, это да или нет. И добиться своего. В тысячу раз он будет дольше капризничать. Так же и мои подписчики. С той же самой Украиной, и когда началось... У меня там полно учеников, друзей. И все требовали, чтобы я что-то написала. И я просто твёрдая, я понимала, что я, может быть, теряю подписчиков, может быть, теряю там какой-то в их глазах реноме. Но я написала, что 10 лет назад я всем сообщила и для себя постановила, что я не комментирую политику. В чём вы считаете ваша ответственность перед вашими подписчиками? Есть ли она вообще у вас? Ты обещала злые вопросы, ни одного злого вопроса не было. Не будет, но слава Богу, а то я уже волнуюсь. Ответственность перед подписчиками одна, качество. Она всегда одна, качество. Если мы покупаем одежду, она не должна расходиться на швах на первый же день. И если ты делаешь видео для своего телевидения, индивидуального, и люди отписываются сами, их никто не заставляет. То есть они хотят, чтобы извещение о новых моих видео приходило к ним. Я счастлива этим. Мне надо выдавать качество. Мне надо следить за работой своего мозга, чтобы много-то раз не повторяться, чтобы всё-таки выдавать новое. Мне надо это новое читать, понимать, вникать. Мне надо хорошо формулировать. Мне один ученик сказал, что есть люди, которые хорошо говорят, и очень мало людей, которые хорошо формулируют. Это был один из лучших комплиментов за последнее время. Смотрите, публичный человек всё равно... Я, кстати, когда приходят же клиенты, которые выходят в публичность, им нужно подготовить какие-то выступления, я всё время их спрашиваю, вы уже решили, докуда вы собираетесь раздеваться? Галстук только снимете, или до трусов? Вот то, как мы вас видим, это вы докуда разделись? Ой, нет, даже не ночной рубашки, нет. Гораздо больше нам не надето всего. Слушайте, давайте я вам открою тайны. Тайны вам никто не расскажет. Никто. Если человек в здравом умеет резвую память, то даже если он рассказывает тайны, это такие тайны, которые давно стали всем известны. Это уже легенды из тайн. Это тайны, которые служат, опять же, там, образу и так далее. Или намёки какие-то, и так далее. Там, какой-нибудь традиционности и прочее. Поэтому везде есть предел. И для меня самое главное – это тайны других людей. Вот тут я должна быть очень осторожна. Одно дело, я подставляю себе рассказывать там какие-то, может быть, даже не очень красивые вещи из моей жизни, из моего прошлого. Их же много было. А если я рассказываю что-то про семью, про детей, про внуков, про мужа, здесь я должна быть очень осторожна. Это не мои тайны. Если мне люди их доверили, то я могу так потерять, остаться своим телевидением без семьи. А как-то ты знаешь, что телевидение мне дороже... Это сильно многого, но никак не семьи. Семья дороже всего. Поэтому вот с тайнами надо быть очень осторожной. И меня подводила жизнь. Я нарушала. Когда мне что-то говорили, и важно, и мне хотелось это передать, то потом мне говорили, что... Ну, возвращалась же информация. И мне говорили, ну, как же так? И я делала выводы. И сейчас я очень осторожна. Очень. То есть, если у меня есть внутри сомнения, говорить об этом или не говорить, я всегда решаю его в сторону не говорить. Я давно перестала называть имена или меняю имена, потому что, ну, если мне потом люди говорят, слушай, ну, я же рассказал это тебе. Или, например, рассказал мне и вроде как нормально. Но в моём изложении человеку уже это не понравилось. Откуда же берутся ответы на ваши истории? Конечно, от опыта других людей, которые мне доверяют. Вот чужая тайна – это вот то, с чем я выхожу в эфир с напряжением, потому что я не должна никого подвести, никого подставить. Смотрите, вы сказали, что когда Пётр попросил вас, но он даже не просил, он просто, так сказать, был удивлён тем, что вот такое вот видео, два миллиона, и там речь о нём, и то, что там было, ему не понравилось. И вы без всяких, что называется, ни секунды не раздумывали, сказали – удали. А есть такие видео, которые не нравятся вашим подписчикам. Ну, например, очень много людей отписываются после шорцев про измены. Или очень много людей отписываются, потому что им не нравится, когда вы говорите, что никто никому ничего не должен, должны мы сами себе, да, и это там внутри что-то. Вот люди отписываются. Было ли у вас когда-то желание там какой-то, может быть, ролик удалить, потому что он так, и почему нет тогда? Это же тоже отношения. Вот от вас люди. У меня же миссия другая – не угождать моим подписчикам, а быть собой, быть мамой. Я так думаю. Ну, не нравится, ну, значит, ушли совсем для них, это возмутило их. Если они верят в святую, чистую любовь. Да грубо. Как там песенка была? Неоконченный роман про любовь без измен. Кому хочется? Да каждому хочется. Но почему-то ни у кого не получается. Мало у кого получается, скажем так. Мне же люди доверяют. И даже там самые лучшие пары, которые казались вот, 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 вот тебе пример, да, если вдруг с человеком поговорить, как-то так на коротке, то оказывается, что нет, было. Были эти сходы с колеей, были какие-то такие эпизоды, в жизни, про которые человек иногда и сам хочет забыть. Не знаю. Ну, я против каких-то шаблонов. И, понимаешь, в этом смысле меня поражает, что у меня так много подписчиков. Потому что, может быть, их так много, потому что я им не угождаю. Ведь вот люди идут за теми, кто точно знает, куда он идёт. Если человек начинает оборачиваться и спрашивать людей, а куда мне идти, то они все разбегутся. Вот это такой случай. Я знаю, куда я иду, я знаю, чего я хочу, я знаю, чего я думаю. Про измены у меня в книге «Семья, что надо» есть такой эпизод. Книга, кстати, наверное, уже прям совсем скоро выйдет. Есть возможность предзаказы сделать. И там внизу, да, описание всё будет, посмотрите. Я очень люблю эту книгу. Это главная книга в моей жизни. И я всегда мечтала, чтобы на все свадьбы дарили эту книгу. Потому что люди часто разбегаются и обижают друг друга, хотя у них есть любовь. И мне же рассказывает уже Белла. Мне уже рассказывает, прочитали вашу книгу и отношения стали другими. Прочитали с мужем вместе. Я мечтала, чтобы эту книгу дарили на свадьбы молодожёным. И сейчас очень многие покупают её, чтобы подарить на свадьбы. Счастье, мам. Мне хочется долго жить. И поглядеть, как моя мечта оплатится в жизни. Вот у меня там есть рассказ. Это реальная история поведения двух женщин. Потому что два мужчины великолепных, два академика, очень известных, поэтому без фамилии, достигли возраста 50 лет. Белла, что происходит в возрасте 50 лет? Ты же знаешь, что студентки третьего курса не стареют никогда. А все жёны стареют. Я всё время своего профессора дразнил эту фразу. Ну, жёны постарели. Жёны, конечно, были однокурсницы, им тоже по 50. В каком-то документальном фильме я услышала, как какой-то один бродяга сказал, нравится мне сидеть, вот она улица, смотреть на девчонок. На женщин я не смотрю. Девчонки все лёгкие какие-то, а женщины тяжёлые какие-то. И вот я вот однажды обратила внимание, девчонки лёгкие все какие-то, а женщины тяжёлые. Вот стали тяжёлыми, понимаешь? Это не означает ничего. Это может быть 44-го размера и стать тяжёлой. Что-то случается с нами. В 45, наверное, где-то там. У всех по-разному. Всё равно случается. Оба влюбились. Ведь мужчины часто 50 лет, когда они могут обеспечить семью, когда выросли дети, они ведь уходят. Аспирантка. У того и другого аспирантки. Один с аспиранткой поехал на море, потому что он любит море, а другой с аспиранткой пошёл в горы, потому что он любит горы. Быстренько стукнули, брякнули письма с фотографиями от людей, которые хотели занять места этих уважаемых академиков. Всё одновременно. Одно и то же лето. Август. Оба уехали в командировки. Жёны. Не подруги. Друг друга знают, но не подруги. Ровесница. 50 лет. Одна из них поехала на море. Подождала ту самую парочку своего мужа в обнимашке, в лежаке, двумя животами друг другу. Полный кайф. И тут жена над ними. Ей говорит, ну-ка домой. А ты шалава. Ну, в общем, дальше по списку. Умная женщина, кандидат наук. Достойная. Очень любит своего мужа. И она боролась за сыну. Он встал, как миленький. Уехал домой. Весь виноватый. Они остались вместе. Только любовь ушла. Совсем. Даже которая была уже. Ушла даже та. Остался с ней. Другая. Которая в горы. Занялась собой. Пошла, накупила себе всего, в чем себе отказывала. И украшения, и платья, и все. Там же как? Там же у них юность-то была нищая. А тут деньги появились, они же все детям. Ты же понимаешь. Или там мамам, или вообще кому-нибудь. Или просто деньги положить, чтобы они были. Пошла, нарядилась. Вспомнила, какой она была когда-то красавицей. Косметологов не очень тогда было. Но она чего-то вот все это смогла. Сделала потрясающий ужин со свечами, с вкусной едой. И когда она вернулась домой, будто ничего не было. Но она была такая, другая. И ужин был такой, другой. Потому что он понял все. Они ничего не обсуждали. Он сам расстался. Потому что ему дома очень хорошо. Потому что его дома любят. Потому что готовы понять и простить. И это вызывает колоссальное уважение. Потому что сам чувствует свою вину, но никто его в этом не упрекает. Какие сообщения? Знаешь, человек говорит про свои чувства, а другой все понимает про свою вину. Вот. Поведение двух женщин. Ну что же делать? Нам надо всем думать, как нам себя вести в каких-то ситуациях. И никто не защищен. Никто. Татьяна Черниговская, которая приезжает в Нижний Новгород уже много лет подряд на конференцию, которую организует ваш муж, и которая предварительно дала согласие прийти на полезный эфир к вам на YouTube-канал, страшно переживает, что ее слова выхватывают из контекста. То есть вот она читает лекцию, и потом какой-нибудь ютюбер, какой-нибудь блогер вырезает, да, из любого видео любой человек может вырезать все, что он считает нужно. И она сегодня, когда мы пишем это интервью, написала в соцсетях, что она запрещает использование, значит, частей своих лекций и просит всех удалить. Вот вы же тоже бываете на разных каналах, разные люди из ваших там больших интервью режут там какие-то шорцы, и это всегда, ну не всегда, а часто бывает двусмысленно. Что вы по этому поводу думаете? Вы от этого страдаете? Почему нет? Ну то есть вам вообще не важно, что люди могут исказить ваши слова, ваши смыслы? Мне неприятно иногда натыкаешься на что-то. Мне неприятно. Ну мне было неприятно, когда вышла «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде с огромным заголовком, своим портретом «Ина Зверева стала любовницей Лужкова». Ну неприятно же мне было. И Вове было неприятно. Ну это кликабельные названия. Это было про то, что я пошла работать на ТВ-центр. А ТВ-центр – канал Лужкова. Вот тебе уже и стала любовница Лужкова. Ну когда начинаешь читать уже текст, ты понимаешь, о чем сейчас это так принято. Ну и в такие законы жанра. Мне кажется, что если я займусь тем, что я буду не пущать, грозить пальцем, это опять не мое поведение. Ну не мое. Ну я не отслеживаю это все. Пусть сделают, что хотят. Ты знаешь, политики говорят, что самая страшная смерть политика – это когда о нем перестают писать. А что пишут – не так важно. Я думаю, что если уж я стала таким, как-то случайно даже сама для себя, не желая того, популярным блогером, то пусть они делают, что хотят. А другие узнают, что есть я такая. Придут, посмотрят, подумают. Это нормальная тетенька. Можно послушать, можно здесь на канале поторчать. Тут интересно. Конечно, я мечтаю, чтобы был миллион. А ведь когда-то я мечтала, чтобы было сто тысяч. Потому что три тысячи было, наверное, два года. Это я говорю тем, кто не верит в себя, кто хочет, кто чувствует, что вам есть что сказать, кто чувствует свое предназначение. Просто так не бывает. Просто так придумать, я хочу стать ютубером, не бывает. В чем ваше предназначение? Что вы знаете такое, что может быть нужно людям? И если вы угадали, если вдруг вы поняли, что вот в этом я силен, хороший, вот в этом я нужен, то вперед. Даже если у вас долгое-долгое время нет никаких подписчиков, они к вам придут, как только вы просто выберете свой путь и пойдете по нему. И найдете себя в этом. Вот и все. Мне очень нравятся очень многие. И мне кажется, это очень интересно сейчас, эта жизнь с индивидуальными телевидениями разных людей. И я всех люблю. Ну, самых разных. Люблю и уважаю. Потому что я знаю, какой это тяжелый труд. Но оно того стоит. Ну, слушай, ну, когда... Это же огромный город, 325 тысяч человек. Все подписаны на меня. Я сегодня делала прическу. Ко мне пришла моя любимая Ира Хабарова, которую я часто цитирую. И она сказала, «Ниночка, все мои клиенты подписаны на вас». А я подумала, говорит она, «А можно собрать всех моих клиентов с вами, чтобы вы подписали книги и пообщались?» Я говорю, «Конечно можно. Мне это так странно, так интересно, все ее клиенты. И вот сколько клиентов?» Ну, оказалось там, 30 человек весьма интересных, разных мужчин, женщин в Нижнем Новгороде. Все читают книги. У нее на столике в ее салоне пишут мои книги. А они приходят, они даже не удивляются. Они все подписаны. Очень приятно встретиться с людьми, которые оказались вот уже теперь внутри моей жизни. Вот. Но все тайны свои я никогда не расскажу. Потому что это не нужно. Мне еще Сладков говорил, «Ты искренняя. Это прекрасно. Но нельзя быть до предела искренней. Что-то нужно оставить». Да. Я теперь понимаю, как он был прав. И что-то нужно обязательно оставить. Для внутреннего пользы.